Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Ситуацию мы обсудим с нашими гостями. Политологом Григорием Трофимчиком. Добрый вечер, Григорий Павлович. Первым вице-президентом Центра моделирования стратегического развития. И военным журналистом Владимиром Гундаровым. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Григорий Павлович, чем вы объясняете такое неожиданное вдруг обострение и даже вот этот чуть ли не инцидент, не поставивший две страны на грань какого-то, может быть, локального, но конфликта? Ситуация очень серьезная. Прецедент, на мой взгляд, крайне опасный. Вообще, даже ненароком, на фоне этих событий, показалось, что у нас может появиться, может, хочу это подчеркнуть, пока ее нет, новая зона боев. Вот очередь после Украины, соответственно, Сирии, в этой логической цепочке Карабаха и теперь Прибалтики. Тем более, что о Прибалтике много говорилось в последние месяцы, как о возможной точке обострения. Причем там не просто Прибалтика, которая имеет какие-то претензии к Российской Федерации. Мы знаем, что та часть Европы усиливается сейчас в военном отношении. Но там же находится и Калининградская область Российской Федерации, которая находится в центре каких-то проблем региональных, причем именно военно-политических проблем прежде всего. Мы помним, что еще где-то с середины нулевых годов, особенно в 2007-2008 год, когда возникли там первые вопросы по проезду жителей туда и оттуда, в этот анклав с континентальной России, тогда Российская Федерация, официальная Москва, заявили, что мы там будем размещать эскандеры, ракетные комплексы. То есть ситуация там нагревается уже несколько лет, накапливаются проблемы. И сейчас может случиться так, что там что-то может в этом плане брызнуть. Поэтому то, что произошло, вот этот инцидент с облетами Дональда Кука, каждая сторона по-своему это, конечно, объясняет. Но во всяком случае это очень сильно насторожило общественное мнение международное. И ситуацию в какой-то степени напрягло. Я думаю, что после этого, дальше, Прибалтика будет двигаться в ту сторону, куда она идет все последние годы, а именно в сторону военного усиления. И, соответственно, будет ухудшаться ситуация транспортная, логистическая для Калининградской области Российской Федерации. Я напомню тем, кто не знает или не помнит карту, что мы даже через союзную, фактически братскую, Беларусь, мы Российская Федерация, не можем попасть на территорию Калининградской области. Поэтому единственной открытой артерией является именно Балтийское море, на котором, собственно, это все и произошло. Владимир, я знаю, что вы не столь драматически смотрите на ситуацию. Да. 40 лет службы на Северном флоте убеждают меня в том, что здесь никакой драматургии нет. Здесь чистой водой фарс и политология, или политика, и только слухи. И вообще Балтийское море – это как коммунальная квартира. У соседа до вечера танцы, после вечера, после танцев драка, а у соседей, у его, значит, голова болит от этого. Поэтому прежде чем господину Керри заявлять вот такие вот страшные вещи, надо подумать, а надо ли было посылать Дональда Кука в Балтийское море. И если надо, то, может быть, надо было соседей предупредить, что мы там будем проводить какие-то маневры, потому что мы же не посылаем наши корабли на траверс Нью-Йорка, к берегам Америки, и там не проводим ни полетов, ни взлета вертолетов с палубы. И вообще наших кораблей там нет. Что делает Кук в Балтийском море? Точно так же, как он делал два года назад в Черном море, когда его облетали, тоже Су-24. Только вообще надо сказать большое спасибо и Пентагону, и военно-морским силам, особенно США, за то, что они выложили этот ролик, четыре ролика облета. Облеты продолжались в понедельник и вторник. И сказать спасибо, во-первых, за то, что выложили, потому что мы люди скромные, русские. Мы бы сами не стали хвастаться, что у нас такие самолеты, такие пилоты мастерские. А теперь у нас есть хорошая реклама для продажи нашего самолета за рубеж. Старый самолет, но как хорошо летает. А давайте как раз, Владимир, мы сейчас и посмотрим это видео. А я еще хотел бы сказать. А вы его прокомментируйте, пожалуйста, давайте. Вот обратите внимание, самолета не видно еще. То есть средства ПВО просто не успеют навестись на него, даже если это средства ПВО ближнего действия, которое работает на 300-400 метров. Это во-первых. Во-вторых, видео снято потому, что самолеты летали много, часто и целых два дня. Потом, обратите внимание, вот когда он будет пролетать, он не пересекает по обу Дональда Кока. Он летит либо перед носом, либо с кормы, либо вдоль эсминца. То есть вы не согласны, что Кэрри имел возможность? Нет, нет. Это не важно, где он летит, сбить можно. Потому что средства ПВО рассчитаны на то, чтобы охранять корабль, защищать его с любых направлений, все 360 градусов. Но еще я хотел обратить внимание, вот как расположены крылья у самолета. А они имеют стреловидную форму изменяемой конфигурации. Изменяемой геометрией крыла. Да, да, да. И вот на этих на всех видео эти крылья не сложены для форсажа со скоростью 1300-1400 км в час. А они под прямым углом, то есть это значит скорость где-то порядка 800-900 км в час. И эта крейсерская скорость, она абсолютно безопасна для корабля и его надстроек. Почему я обращаю на это внимание? Вот если бы были крылья сложены, это значит самолет бы летел со сверхзвуковой скоростью 1300-1400 км. И когда он бы проходил около эсминца, то образуется значит такой воздушный поток, хлопок, воздушный поток. Но когда вот самолет преодолевает звуковой барьер, вы слышите этот звук, доносится с неба. А это бы у вас прям по ушам бы стукнуло. И при таких скоростях не выдерживают даже сарай у бабули где-нибудь там в деревне, разваливаются от этого звука. То есть это могло бы нанести ущерб крейсеру, эсминцу вернее. А наши летчики очень аккуратно подлетали на низкой скорости, облетали эсминец, не задевали его. И самое главное, что все живы и здоровы. И если смотреть по видео, там американские военные смотрят, смеются, радуются, что они увидели наш хороший самолет. Спасибо, Владимир. И наше мастерство пилотов. Дадим слово военному обозревателю Павлу Фельгенгауру. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Вы согласны с Владимиром, что российские военные корабли не бывают в такой близости от берегов Соединенных Штатов? И нечего было делать Дональду Куку ни в Черном, ни в Балтийском морях? Ну, конечно, бывают. Ходили на Кубу не так давно. Вообще, в Каритский бассейн находили разные корабли, в том числе ядерные. Но, собственно, дело-то не в этом. Кто куда ходит, международные воды ходить могут все и куда захотят. Тем более, Польша – это американский союзник, и они совместно там чему-то учились. Там все польский вертолет садился на Павлу, потом взлетал, ну, для того, чтобы быть готовыми в случае войны такие операции проводить. Ну, конечно, нас тоже готовятся к войне. Собственно, это вот была спецоперация. То есть, очевидно, совершенно. Это было не хулиганство, это не было какое-то там лихачество. Это была спецоперация. Летали на Су-24, не боевые, это вариант разведчика с добавленными блоками для РЭП. То есть, пытались взаимодействовать с системой ИДЖИС и при возможности подавить ее. Поэтому там был вертолет, чтобы снимать показания. Летали, поэтому специально и близко, и долго. То есть, это не было имитацией нападения, это было нападение, собственно, на американский эсминец, электронное нападение. То есть, российское военно-морской флот непосредственно готовится к большой войне с Соединенными Штатами Америки. Это был один из вот этих актов подготовки к войне. Уже, по сути, почти боевые действия. Это, конечно, очень опасно, потому что и на таком расстоянии, а самолет старый, у него там что-нибудь может сломаться, конечно, продать его никому нельзя, потому что он не производится уже почти 30 лет. Никому эти самолеты и тарки не нужны. То есть, продать невозможно, потому что производство-то давно уже свернуто, и нету того оборудования. А вот сломаться что-нибудь или просто небольшой крен в другую сторону, он завел бы матч, что сам бы погиб, мог бы людей убить. А главное, что это могло послужить причиной большой войны в Европе. Ну, похоже, в большой войне Европы, собственно, и готовятся российские военные. То есть, они готовятся непосредственно к большой войне. Вполне агрессивно готовятся. Наверное, надеются, что войны, может, не будет, на всяком случае, деньги получат и новые вооружения. А с другой стороны, война возможна. И действия российских военных сейчас намного более безответственны, чем когда-либо в течение Холодной войны. Соответственно, и риска от этого безобразия тоже намного больше. Потому что они-то развлекаются, к войне готовятся, а погибать будет российский народ. А сейчас Игорь Сутягин у нас российский ученый, который сейчас проживает за границей. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Да, Игорь, как вы согласны с Павлом Филингенгауэром, что российские военные таким образом готовятся к большой войне в Европе? Ну, вы знаете, тут можно чуть-чуть по-другому посмотреть. Во-первых, это не российские военные готовятся. Это, во-первых, приказ все-таки политический. И он исходил не от командира авиаполка. Он выходил чуть выше. Это, во-первых. Во-вторых, начальник генерального штаба, в общем-то, это явился достаточно открытым текстом, что мы уже находимся в состоянии войны с Западом. Поэтому почему готовятся? Это элементы той самой войны, которая ведется. Вот просто сейчас она пока ведется еще средствами, когда не стреляют. Но это попытки заставить идти на уступки. Вы послушайте, что сказал член комитета по международным делам финанские. Он ведь заявил, что вот мы должны согласовывать с нами свои действия в Балтике. Потом согласовывать с нами свои действия в Средиземном море. Потом согласовывать с нами свои действия в Норвежском море, в Калибском море, где угодно. Это вот и есть попытка заставить, с использованием военных инструментов, достичь политических целей, но при этом не переходя в рубеже открытия огня. Вот война, война есть. Спасибо. Оставайтесь на связи. Григорий, как по-вашему, есть ли у России такие инструменты, чтобы заставить, вот как сказал Игорь Сутягин, остальные европейские страны подчиняться своему диктату, что там не езжайте, там не летайте или прислушивайтесь к нашему мнению? Я думаю, что с точки зрения российского общественного мнения, это, наверное, выглядит именно так. Мы должны понимать, как в целом выглядит ситуация. Она достаточно тревожная и для России, и для ее соседей. Мы тут можем вспомнить один из первых вопросов, который был задан на вчерашней прямой линии президента Российской Федерации. Он звучал примерно так. А Россия находится в кольце врагов или нет? Ответ был дан отрицательный. Тем не менее, мы видим ситуацию, как она развивается. Видим, что сейчас пытаются Россию заколотить именно с той точки, где произошел инцидент. Я бы вообще не смотрел на эту ситуацию вот такими детскими, ничего не понимающими глазами и соответствующими мозгами ее бы так не воспринимал. Это не демонстрация была летных качеств самолета для продажи его непосредственно военным людям из другой части света. Это было не отвлечение внимания, не предложение для российского общества какого-то нового развлечения, военного характера. Я думаю, больше того, что российское общественное мнение прикрывает как раз ситуацию тем, что якобы вот это все, что там произошло, ну это какая-то ерунда очередная. Думаю, что Россию в какой-то мере, я не скажу, что сам Дональд Кук, но вот ситуация, как она сложилась, эта ситуация в какой-то мере напрягла, спровоцировала Россию на то, чтобы эти облеты были совершены. Я думаю, что Россия в этом случае нервничала и очень серьезно. Проще говоря, России инцидент в той части земли, в этой части Европы не нужен абсолютно, потому что если что-то там произойдет, от России постараются отсечь, я уже об этом сказал, Калининградскую область. И тогда мы получим вот эти очаги конфликта, ну по значительной юго-западной части. Останется только еще в Центральной Азии поджечь костер. А так он в общем-то есть везде. И с Арктикой что-нибудь придумать. Я думаю, как раз с Арктикой все логично вытекает вот из этого инцидента. Мы его пока так называем, вот этот термин применяем инцидент, хотя я согласен с нашими собеседниками. В общем-то в какой-то степени мы можем сказать, что, ну если не война идет, по крайней мере, то предвоенная ситуация сформировалась достаточно четко. И все стороны должны себе отдавать отчет в том, что происходит. Конечно, не будет напрямую, это надо сразу отметить, в рамках вот сегодняшнего нашего разговора, не будет прямой войны между Россией и США, но может быть инцидент между Российской Федерацией и Балтийскими странами. Вот это мы вполне можем поиметь. Владимир, как по вашему зрению, забеспокоился госсекретарь Керри? Или он имел основания для беспокойства? Я не вижу повода для беспокойства. И это не беспокойство, это обычно учебно-боевая деятельность в нейтральных водах и в воздушном пространстве над нейтральными водами. И это происходит не сегодня, не завтра, и не вчера. Это происходило постоянно на протяжении 70 лет после Великой Отечественной войны. И в этих эпизодах я не сказал бы инцидент или прецедент, или еще что-то. Эти эпизоды боевой подготовки не всегда не заканчивались так успешно, как в этот раз для российских пилотов. Но я еще хотел поблагодарить, и вот сказать, что за что поблагодарить? За то, что показали мастерство наших пилотов. Кого поблагодарить-то? Пентагон, Пентагон и ВМС США, Неви, Мил, Сайт. За то, что они показали это мастерство и отвлекли народ даже от такого важного мероприятия, как прямая линия с президентом. И вот сегодня пятница, а мы все еще обсуждаем этот эпизод. И, к счастью, уже никто не пострадал в этом эпизоде. А могло бы быть и иначе, как это случилось 20 лет назад в Балтийском море в октябре 1996 года, когда шведский самолет разведывательный облетывал точно так же корабль наш, Петр Великий. И пилот шведского самолета, разведчика, не справился с управлением, врезался в воду, он слишком низко летел, врезался в воду. И шлюпки, мы спустили шлюпки со своих кораблей, подняли остатки самолета, чтобы все, что могло, так сказать, плавать, подняли. И нашли шлем капитана Йорана Карлсона, который разбился, тело его не нашли, хотя СМИ писали, что мы передали тело, но тела не было, был только шлемофон этого пилота и остатки кожи с головы, прилипшие к этому шлемофону. Так что здесь нету никаких трагедий, никаких экстраординарных случаев, ЧП. Это обычная боевая подготовка, учебная. Ничего страшного в этом нету. Есть политический момент, и этот момент надо выделить. Дело в том, что все это происходило в 70 километрах от нашей военно-морской базы. Я уже сказал сначала, что мы же в 70 километрах от Нью-Йорка не проводим никаких учений. Если мы соседи, так, давайте договариваться, что вот мы будем проводить учения, как вы на это смотрите. Мы по-соседски решили бы этот вопрос точно так же, как с Норвегией решили вопрос о серой зоне в Баренцевом море. Мы ее поделили, зная, что там углеводороды 30 миллиардов на 30 миллиардов долларов, и мы отдали эти углеводороды Норвегии по-соседски, по-братски, пополам. Что касается политической ситуации здесь, то сегодня опубликована моя статья в независимом военном обозрении. Вы уж простите меня за саморекламу. Да нет, конечно, простите. Но я как раз анализирую, что Финляндия и Швеция задумались о вступлении в НАТО. И почему показали этот ролик в МС США? Да потому что им надо показать, что убедить народ Швеции и Финляндии, что давайте, ребята, вступайте в НАТО. И шведы по сравнению с 2012 годом начали склоняться к мысли, что им тоже надо в этот Североатлантический альянс вступить. Потому что если в 2012 году только 20% было за вступление в НАТО, то в прошлом году уже почти каждый второй говорил, да, нам надо вступать в НАТО. А министр обороны Финляндии нам для наших СМИ дает интервью и говорит, что нет, он для нас не представляет никакой угрозы России, потому что мы тут мирные люди и у нас все по-братски делается. А для финской СМИ он говорит, что да нет, мы ждем сейчас нападения на наши Аланские острова, и будет точно такая же ситуация, как в Крыму. А шведский министр говорит, что инцидент-то произошел, как вы говорите, инцидент недалеко от острова Готланд шведского. И он говорит, да сейчас вот мы ждем с минуты на минуту, сейчас зеленые человечки высадятся на этом острове. И там уже какой-то полковник отставной, которого призвали в армию, он будет создавать охрану, отряд по охране острова, 300 человек. Он же говорит, боже мой, я мечтал об этом, я ждал этого момента, я так хотел в армию, и вот наконец-то мне повезло. Спасибо, Владимир, дадим слово Игорь Сутягин. Игорь, вот мы знаем, как нервно отреагировал Кремль, когда сбили Су-24 в Турции. Как по-вашему, что могло произойти, не дай бог, если бы вот по этому сценарию развивался этот инцидент? Вам слово, Игорь. Ну, вы знаете, я хочу сказать тут одну вещь. Дело в том, что в этом случае Кремль, опять бы, в общем, заверещали очень громко. Стали бы опять рассказывать, одними помидорами не обойдешься, но дело в том, что вот тогда было бы очень серьезно, потому что сбивали бы американцы в том случае, если бы приняли решение, что против них совершен акт войны. Но совершить акт войны, это значит развязать войну. Это означает, что вот тогда пришлось бы уже играть уже очень по-серьезному. И вот Владимир тут, конечно, 40 лет послужил на Северном флоте, но он, к сожалению, не читал нормативные документы. Он не читал документы о мерах по предотвращению опасной деятельности в море и над морем. Он совершенно с ними не знаком. И он не очень внимательно смотрит ролик, потому что на ролике, между прочим, самолет проходит между мачтами на расстоянии 9 метров от надстройки корабля. Это вот все очень серьезно. И говорить, что это нормальная практика, которая всегда существовала, ну, Господи, человек просто не знает, что такое нормальная практика в годы Холодной войны. Так никогда не летали, потому что это просто действительно очень безответственно и опасно. И то, что вот человек пытается как-то отыграть это в сторону, это не серьезно, является очень хорошим признаком того, что это на самом деле действительно серьезно. Потому что закончились патриотические крики, да мы, да мы, теперь мы, наша сторона уже отыгрывает. Это все не серьезно. Нет, товарищи, это все очень серьезно. И беда заключается в том, что иглу в цыпленка придумали не мы, придумали американцы. И вот сейчас вот достаточно четко, ну, не далее, как два дня назад так получилось, что я слышал выступление командующего шестым флотом. Так вот, командующий шестым флотом США, он сказал, что вы поймите, мы не отвернем. И это означает, что при следующем таком облете очень может случиться вот то же самое, что случилось в Турции. И когда действительно помидоры на дне не отделаются, но не отделаются уже не только американцы, но и нуту. И вот это вот Владимиру надо хорошо понимать и быть немножечко более ответственным человеком, думающим в первую очередь о своей стране, и только потом о всяких там пропагандистских штучках. Ну и документы читать, естественно, это всегда полезно. Учить им отчасти. Спасибо, Игорь. Я бы хотел добавить, что сайт Грани.ру, который в свое время финансировался... А как вы его читаете? Нельзя читать. Можно, можно, я даже писал туда, который финансировался господином Березовским, а я там писал, написал статью, что Игорь Сутягин сел в тюрьму за то, что цитировал мою статью, опубликованную в «Красной звезде», про торпеды скоростные. Поэтому матчасть-то я учу как раз, и вы даже пользуетесь тем материалом, который я публикую где-то. Поэтому вот не надо так вот бросаться мимоходом. У меня нету зрения про торпеды, почитайте просто-напросто. Но вы экране, Ру, наверное, читали и знаете, за что вас посадили и что они писали. Вы же доверяете этому изданию, правильно? Владимир, вы рассказываете про эту вот инструкцию, пролетов ближе к 9 метрам. Значит, я не знаю, каким образом господин Сутягин определил. 9 метров было, и на палубу летал. 9 метров – это уже там официальные данные. Но у кого официальные данные? Ведь дело в том, что у нас очень любят распространять фейки. И я на заводе сигнал, который в Ставрополье. Значит, мне руководство завода рассказывает, а вот вы знаете, мы как наши аппаратуры испугали Дональда Кука в Черном море. Мы там хибины повесили на Су-24. И все, значит, знаменитый Иджис был полностью ослеплен. 27 американских матросов написали заявление об увольнении, о переводе их. Это фейк был чистой воды, потому что на Су-24 нет хибин. И вот здесь, на закрылках, тоже нет хибин. Поэтому мы используем пропаганду Пентагона в своих целях. Мы говорим, что у нас что-то есть. И это замечательно отвлекает народ от других проблем. От дорог, от хлеба, от много чего другого. Что касается конкретно вот этого расстояния в метрах. 9-10 метров. Вот эта цифра 10 метров, она звучала не только с американской стороны. Она же российская сторона признает, что она так виртуозно пролетела. Да, да. Она была с удовольствием подхвачена. Вот это как раз и настораживает. Мы ведь помним, как начиналось. Вот сейчас опять эти фильмы пошли перед 9 мая. Как начиналась Великая Отечественная война. Сталин до последней секунды не дразнил гусей. До последней секунды, буквально. Сталин. Да, есть военный блеф. Есть разные хитрости военные. Был приказ не поддаваться на провокации. И так далее, да. Но мы тогда... Возникает вопрос. Значит, мы, российская сторона, тогда себя ощущаем сильнее Сталина на тот момент. То есть, надо отдавать себе отчет. Это действительно вот шоу какое-то военное. Или Россию пытаются обложить и стоящую северо-западной стороны. Вот это нам надо четко понимать. Потому что в любой момент та сторона... Мы официально... Официально Москва признавала, что там на очень серьезном уровне поставлена пропаганда, информационная работа. То мы в конечном итоге можем втянуться в эту трубу конкретно по поводу этого инцидента. Из нее уже не выйдем потом. Мы будем говорить о том, что это победа, а ситуация там будет ухудшаться кардинально. Дадим слово Павлу Фельгенгауру. Павел, вы как бы спрогнозировали ситуацию, если бы так же и американская сторона сбила Су-24 как турецкая? Вам слово. Ну, ничего хорошего бы из этого не было. Конечно. И это могло привести к эскалации. Но так же, как и в тот случай с разбитым бомбардировщиком на турецко-сирийской границе. Тем более, что если там это была большая неожиданность, никто в Москве не ожидал совершенно, что турки собьют. А здесь, вот при таком вот, когда поставлена была задача, и это была, конечно, операция, это не была какая-то импровизация, там продолжалось это долго. Задача была поставлена, влетать американцев на ближайшем расстоянии. Мне было понятно, что могло быть либо столкновение, либо мог задеть какой-нибудь, ну, матч, то есть еще что-нибудь, канат какой-нибудь свалиться в воду, погибнуть самолет. Либо американцы бы не выдержали нервы, и они бы его сбили. Сбить они его могли достаточно легко. Летел он не очень быстро, и это было совершенно не проблема. И тогда, по-видимому, было придумано, наверное, было предусмотрено какой-то ответ. Возможно, удар по американскому кораблю и потопить его в ответ. Я не знаю. Говорю, что это подготовка к общеевропейской войне, которая, очевидно, станет ядерной. И это уже непосредственная подготовка. То есть мы на пороге войны. И если не взять под контроль наших военных, которые это делают, я, то есть, конечно, там что-то согласуют с Кремлем, но сейчас Путин это просто марионетка генерального штаба. То есть он может там сменить какого-либо начальника или какого-либо генерала на другого, но с этим институтом он сделать ничего не может, и идет у него на поводу. А генеральный штаб наращивает внешнюю военную угрозу, чтобы не допустить снижения финансирования гособоронзаказа и программы перевооружения. И они готовы идти на самый страшный риск ради этого. Не думаю, что они хотят непосредственно сейчас начать войну, но балансировать на грани войны они готовы. Когда балансируешь на грани войны с ней, с этой его жердочки легко свалиться. В России нужно какой-то гражданский контроль над военными. Больше вот такая ситуация без гражданского какого-либо контроля может привести к гибели, вообще исчезновению русского народа как такового с лица земли. Спасибо, Павел. Я, кстати, хотел обратить внимание, что вчера вот обратили внимание, что пошло в разрез поведение военных слова президента, который так благожелательно про Америку говорил на телемасте со страной, похвалил президента Обаму, сказал, что это наши партнеры. Я вот не пойму, о ком Павел говорил, о Пентагоне или о нашем Минобороне? Кто там пытается получить финансирование? Ну, у нас финансирование получить, ну, не из чего больше получить. Уже все, что можно было, уже дали в Министерство обороны. А у Пентагона еще есть резервы, чтобы увеличить свое финансирование и показать. Вот смотрите, какая страшная Россия. Нам надо вооружаться еще больше. Вы думаете, они подмонтировали этот ролик Пентагона? Ну, поэтому они и выложили этот ролик. Если бы это было невыгодно, им они бы его не выложили. А что касается, опять же, вот если бы до Кабыба во рту росли грибы, мне интересно слушать рассуждения гражданских, и даже батюшки уже говорят, присно, достаточно помянутый, этот самый, господи, выгнали его из церкви-то. Всеволод Чаплин. Чаплин, да, говорю, о, все, война, война, надо войну, мир слишком застоялся. Люди привыкли к миру, расклевают мир, надо войну. Меня это просто удивляет, откуда у гражданских такая агрессия. Вот военные смотрят на это дело абсолютно примитивно. На наших глазах прошло. Да, я бы не разделил оптимизм, если бы мы точно так же беседовали 10 лет назад, тогда бы, может, да, мы так вот с легкостью так все это восприняли. Но мы имеем очень тяжелый фон, военный фон, состоящий из Украины, Сирии. В Сирии все только развивается. И с Карабахом, где тоже все только развивается. Прозвучало достаточно интересное предложение по поводу общественного контроля за этой ситуацией. Я бы так жестко не называл возможное участие общественности. Но меня, например, настораживает то, что эксперты никак в этой ситуации не участвуют. Причем эксперты не узкие специалисты. Здесь чистой воды политика. Да, можно привлечь каких-то работников институтов, академиков и так далее. Но они, как здесь уже было сказано, в политике не очень разбираются. Может быть, да, там материальную часть, они могут какую-то там разъяснить, что-то предоставить документы. Но здесь это роли никакой не играет абсолютно. У нас информационной работой сейчас занимается Коношенков, непосредственно представитель нашей российской армии, Минобороны. И он примерно в том же ключе все это комментирует, как Мария Захарова. Вот с таким же смехом, с какими-то интересными новыми выражениями и так далее. Да, это, наверное, смешно. Но в целом ситуация выкатывается в не очень смешную конфигурацию. И когда эксперты за ней наблюдают, за этой ситуацией, возникают тоже, ну просто в теории, теоретические ответы. А как вот здесь можно было бы ответить? А как вот здесь? Но в конечном итоге, то есть наступает такой момент, когда вот эта ситуация, политическая, информационная, она загоняется в тупик. И выйти оттуда без войны уже нет никакой возможности. То есть есть определенная точка, грань, она очень тонкая, можно не заметить, когда ее можно переползти. До которой ситуацию можно еще решить какими-то информационными рычагами, инструментами. После этого назад уже без войны откатить невозможно. Это то же самое примерно, что и с русским миром. Если раньше Россия, ну там лет шесть назад могла развивать русский мир совершенно спокойно, то сейчас она эти позиции, к большому сожалению, русского мира, имеющиеся на данный момент, не удержит даже с помощью войны. Павел Фельгингауэр, вопрос. Как по вашему, идет ли обработка общественного мнения в таком милитаристском стиле, как намекает Григорий Павлович Трофимчук? Ну, в общем, конечно, идет. Россия воюющая страна, воюющая сразу на многих фронтах. И с каждым днем фронтов прибавляются. И да, я согласен с тем, что Пентагон наверняка радуется тому, что сейчас произошло. И происходит последние пару лет. Потому что если твой основной враг это там вот этот Дайш, какие-то еще там драные исламисты на Тойотах с крупнокалиберными пулеметами, то зачем тебе тогда деньги на новые ядерные подводные лодки? А если твой враг Россия, то понятно, что тебе нужны на боеподлодки, ракеты и самолеты по 100 миллионов с лишним за штуку, если не 200. Так что да, конечно, военные, это как во времена холодной войны, они с двух сторон будут стараться. Но сейчас у нас сокращают бюджет. В Министерстве обороны не будет индексирована зарплата военным по инфляции. А вот гособоронзаказы – это святое. Но его тоже могут порезать, потому что ситуация совсем плохая. Социальные расходы тоже как-то нельзя окончательно ликвидировать. Народ начнет бунтовать. И в этих условиях, конечно, нужны провокации. В том числе нужно наращивать военную внешнюю угрозу. Что ничего, все, пускай голодать будем, но будем строить новые ядерные подводные лодки. И это вполне понятно. Когда военные не находятся, они под политическим контролем. То есть да, они лояльны Кремлю. Но гражданского контроля нет. Гражданского контроля на доценку и угроз нет никакого. Не напридумывали сумасшедшие, бессмысленные вещи. Строят базы за полярным кругом, где никого кроме медведей нет. Совершенно просто как так же, как в советское время, если не хуже, действуют сами по себе во вред стране. А не просто так же, как уничтожил Советский Союз, был уничтожен Генштабом. Так же тот же самый Генштаб теперь уничтожает Российскую Федерацию. Уничтожен, причем не за 70 лет, а за несколько лет уничтожен. В России главный враг – это ее Генеральный Штаб. Да, Владимир, вам придется, наверное, сейчас... Но базы мы строим на своей территории. А не где-то там, на чужой территории. И что делают американские базы в Заполярье? Вот что меня интересует. Ведь они точно так же... С их стороны, да? Да, да. И они точно так же... У нас, значит, СП, там дрейфующая станция Северный полюс, и у них Северный полюс свой. У нас там подводные лодки, и у них там подводные лодки. Все зеркально отражено. Один в один, так сказать. Подойти к зеркалу и посмотреть на себя со стороны. Да, но только у нас Советский Союз распался. Да. А у них нет. Это печально. Не то печально, что Советский Союз распался, а то, что денег мало. И бюджет не выдержит такого военного. Ну, бюджет. Мы стараемся сейчас оптимизировать бюджет. Вот я не знаю, я военный пенсионер, может быть, мне повысит все-таки пенсию. Правда, она у меня маленькая еще, 50 тысяч всего-навсего. Но я надеюсь, что в октябре это повысит. Будет скидка на инфляцию все-таки. Как и обещали, что может быть. Или в конце года, по крайней мере. Но бюджет это одно, а другое это то, что я согласен с Павлом в том, что это, конечно, более всего политические игры. И для Пентагона это абсолютно выгодная игра, потому что если они заманят к себе Финляндию и Швецию, это значит, расходы на вооружение в Европе будут распределены еще по двум странам. А Швеция это вообще самая благополучная страна в Европе, самая богатая, самая упакованная. В Финляндии тоже хорошо. Видите, как же легко с проблем с прецедентом Прибалтики переползли на Арктику. И в реальности может быть то же самое. Я об этом вначале как раз и говорил. Все может быть. Но пока что этого быть не может. По очень простой причине. Да у нас многого не могло быть 3 года назад. И когда у нас не будет ядерного щита, тогда у нас может быть все. А в СССР был ядерный щит? И когда товарищи из Госдепартамента приезжали на выборы, и здесь в Мариотт-отеле, или в президент-отеле, у них был штаб по выборам Бориса Николаевича Ельцина, все были очень довольны. Как это так? Замечательный президент. У них провал был по... А в СССР был ядерный щит? По парламенту, по парламентским партиям, но зато они перешли на тактику указанного права. Да, Владимир, по-моему, уже доказано, что Америка не была заинтересована в распаде СССР, чтобы 15 появилось ядерных держав. Это все химеры, что они... Нет, она не была заинтересована, она была заинтересована в управлении России. И когда избрали Путина, по-моему, Макфа сказал, что это российский Милошевич. Хотя с Путиным проводили тренировки тоже. Институт республикан... Как он там называется? Институт... Демократии. Вот еще проблема в чем. Давайте, Григорий Павлович. Российская Федерация же только с Соединенными Штатами Америки наладила какой-то диалог. Конечно, нет, вообще вчера так и оптимистичный президент об этом говорил. И вдруг на Совете НАТО, вот 20-го числа уже анонсирована повестка дня, будут обсуждать именно этот прецедент. Хотя был целый ряд других технических, текущих, очень важных для нас вопросов. Правильно, правильно, потому что это важнейшее событие этой недели, я считаю, этот облез. Но сделали из него пиар, распиарили и сделали важнейшим событием. На самом деле ничего необычного здесь нет. Мы же не кричим по поводу того, что натовские самолеты облетали самолет, где везли ядерную кнопку. Министр обороны летел в Калининград. И подняли натовские самолеты, сопровождать этот самолет министра. Мы же не кричим по этому поводу. Да, тоже интересная ситуация. Ее с разных точек зрения по-разному рассматривали. Но фактически, вот это было предвестником, буревестником вот этой сегодняшней ситуации. Если, конечно, она еще ни во что не выродится, страшная, не превратится. Взяли в коробку самолет, личный, персональный самолет министра обороны Российской Федерации. Кто-то, с нашей точки зрения, это прокомментировал так, ну, со стороны российской патриотической общественности, что вот видите, как уважают. На самом деле ситуация эта выглядела очень сложно. Вот так, если мягко сформулировать. То есть даже на свою территорию нельзя прилететь министру обороны Российской Федерации. На территорию Калининградской области. Надо трезво смотреть на вещи. Давайте Павлу Фельгенгауру зададим вопрос. Павел, как по-вашему, вот контрастировала ли вообще вся эта ситуация с эсминцем и с нашими самолетами, вернее, с российскими, с речью вчерашней президента перед страной, где-то довольно миролюбиво он отзывался о Соединенных Штатах Америки? Ну, он отзывался. Хорошо, что миролюбиво. Но только на политику этой реальной России никак, по большому счету, не влияет. Конечно, сейчас мы к большой войне не готовы. Наши генеральные штабы, это открытые данные, они готовятся к мировой войне после 1925 года. И для этого программа перевооружения на то и рассчитана, что к тому времени-то подготовится. Но непонятно вообще в нынешней ситуации, удастся ли ее выполнить, хотя бы частично. И то, что не готовы сейчас, тоже понятно. И в общем Россия на различные компромиссы сейчас готова. Пытается по Сирии договориться, но времени не подошло. Но при этом то, что произошло там вот сейчас на Балтике, это, ну, скорее всего, я говорю, что это проводили спецоперации, возможно, хотели ответить на то, что случилось с самолетом Шойгу, хотя там близко, конечно, ничего не было. Там летели в нескольких километрах, сопровождали. И объяснили, почему, что Шойговский самолет здесь не интересовал, потому что он шел в сопровождении истребителей Су-27. И вот здесь не были включены транспондеры. И поэтому, поскольку это создавало угрозу гражданскому авиасообщению, а реально создавало некоторую, поэтому их сопровождали истребители, но на опочтительном расстоянии. В коробку никто никого не брал. Если решили на это вот так вот ответить, это неадекватно. Надо понимать, что условия сейчас таковы, что любое вот такое вот действие может привести к эскалации. Фронтов много. Сирийский фронт, Крабахский фронт, теперь Балтийский фронт. То есть очагов потенциальной войны много. Может быть, пока еще угроза большой войны в Европе, ну и не знать там, процентов 10. Но это тоже, в общем, страшно, поскольку это 10% вероятности ядерной войны в ближайшие пару лет. Ну, хотя, конечно, это, в общем, не то, что она произойдет. Это все-таки 1 к 10. Но если ничего не делать, если продолжать двигаться в том же направлении, то вероятность будет только нарастать. Хотят этого вообще? Я не понимаю. Неадекватность принятия решений, отсутствие контроля над военными. Вот в Америке такое чуть не случилось тогда, ну и у нас тоже, когда был Карибский кризис, когда американские военные почти что втянули на президента Кеннеди войну. Потому что они полагали, что они тогда здорово сильнее во всех отношениях, в всяком случае в Карибском бассейне. И что надо решать вопрос, а не откладывать его на хрен знает поток. После этого в Пентагоне произвели вертикальную реформу. Макнамара создал гражданский Пентагон. Конечно, там нельзя сказать, что там абсолютно замечательный гражданский контроль над военными, но он хоть какой-то есть. А у нас никакого нет вообще. То есть мы здесь рассуждаем, а военные принимают решения, они принимают директивные документы, оценку угроз. Все это идет под гриппом В, и обсуждать это вообще никто не может. Во всяком случае, независимо. Напоминает мне марш-бросок к Приштину, помните, российских войск 12 июня, когда выполнили задачу, но потом не было ни еды, ни бензина, они ходили, побирались там к натовским солдатам и к местным. Меня умиляет вот это вот предложение гражданский контроль. Кто будет контролировать? Гражданское общество, которого пока нет. Студенты соберутся, гражданское общество, какие-нибудь общественные организации будут разрабатывать стратегические планы. Стратегические планы разрабатываются в генеральных штабах всех стран мира. На них указаны, какие первоочередные задачи, задачи второго порядка, где какие удары, какие разрушения сделать. Ну, конечно же, это не студенты будут. Это будут эксперты, которые разбираются в этом вопросе. Гражданские эксперты. Гражданские эксперты. А зачем мы будем гражданским экспертам рассказывать наши секреты? Это во-первых. Во-вторых, если они будут так хорошо знать военную тематику, зачем нужны военные? Пусть гражданские идут в генеральный штаб и планируют стратегические операции. В любом случае, эксперты гражданские, они сейчас... Пентагон точно так же поступает, как Министерство обороны, генеральный штаб Российской Федерации. Никакой разницы здесь нету. Здесь просто идет фейк. Вот транспондеры были выключены. Извините меня, а никто не задумывался, почему наши самолеты из Сирии и в Сирию военные перелетали всегда в сопровождение. Лидировал всегда транспортный самолет. Л-96, Ту-154. Вот кто мне может сказать? Я могу вам ответить, почему. Потому что у военных нет ни транспондеров. У них нет никаких связей с наземными диспетчерами гражданскими. У них ничего этого нет. Они предназначены для боевых действий. Поэтому для них есть лидер гражданский или полугражданский самолет, который имеет право летать за границу. Точно так же лидирует самолет Министра обороны. Что тут еще говорить о каких-то транспондерах? У него включен транспондер? Включен. Знают они, что Министр обороны летят? Знают, что еще надо? Это вот все нагнетание обстановки, что вот это Россия готовится к войне. Да боже мой, мы все готовимся к войне. И это делалось в течение последних тысяч лет. Да, причем всегда готовимся ко вчерашней войне. Но почему же? Теперь мы уже знаем, как воевать. Конечно, никакие студенты не должны, даже пусть из профильных вузов, соответствующих факультетов, не должны привлекаться в состав этого теоретического, гипотетического общественного совета. Но когда эксперты, которые разбираются в политической ситуации, это не военные. Военные могут охватывать в целом, что сейчас происходит вокруг России, но все равно они сосредоточены на каких-то конкретных военных операциях. А единичных экспертов, их, кстати, не может быть много. Их на всю Россию единицы, которые отслеживают ситуацию, они, в общем-то, в ужас иногда приходят. А даже от того, какие тексты они слышат, от имени Министерства обороны, которые делаются именно в плоскости информационной работы. Я был из экспертов борьбы. Разучаствовал в передаче Игорь Сутягин, которого изгнали из страны. Мне сегодня из Министерства обороны прислали. Нужны такие предложения. Вот, пожалуйста, мне присылают на мою почту. Каждый день новости из Министерства обороны. А дайте пока дать им слово Павлу, Филипп Генгавуру. Вы, Павел, как себе представляете гражданский контроль? Вот у нас Владимир считает, что нельзя подпускать близко к военной тайне гражданских лиц. Нет, речь не идет об оперативных планах. Оперативные планы, конечно, должны быть секретными. И оперативные планы не обсуждают на открытых или даже полузакрытых семинарах с людьми, у которых нет допуска. Речь идет о стратегической оценке угроз, например. Вот это нельзя поручать военным, как у нас. Оценка угроз должна происходить с учетом того, что говорят гражданские эксперты. И эти данные по оценке угроз должны быть полностью открыты, и они должны обсуждаться. Открыто обсуждаться. Потому что достаточно много примеров. Так погиб Советский Союз, когда абсолютно не то, что бессмысленные, а нарочно фальсифицированные угрозы Генеральный штаб и ГРУ представлял Политбюро. Точно так же сейчас фальсифицированные данные об угрозах представляют Генеральный штаб. Это нарочно фальсифицированные данные. Да, мы помним, как войну в Угрозе тоже же специально исказали, исказали то, что получает реальная разведка. Это чудовищное вранье, и это вранье не просто так. Оно уничтожит страну. Оно так уничтожило Советский Союз. Сейчас соврать очень трудно. В условиях глобального информационного пространства соврать трудно. Это во-первых. Во-вторых, в Министерстве обороны, если уж вы так хотите, чтобы гражданские были, вот заместитель министра обороны Анатолий Антонов, он ходит в форме и в погонах. Но если вы различаете погоны белый кант и золотой кант, то вы можете понять, что белый кант – это государственная служба. Он чиновник государственной службы. Он никакого отношения к военной службе не имеет. Он гражданский человек в Министерстве обороны. Что касается экспертов, которые там есть, единицы, они должны оценивать угрозы. Но вы знаете, у нас, по-моему, не единицы экспертов. У нас каждая баба Дуся, которой он прислал письмо, я не знаю, как это… Зина. А? Зина ее зовут. А, баба Зина, пардон. Да, бабе Зине, я проношу свои извинения за то, что перепутал имя. Но как-то она написала, наверное, в интернете, все это сумела отправить. И она, наверное, разбирается тоже в военных угрозах и во всем остальном. И все-таки давайте, чтобы пироги пекли пирожники, а сапоги точали сапожниками. И не смешивать это. А поговорить мы можем всегда, в любое время. Пирогистов очень много, военных, гражданских. Неважно, что он носит, погоны, кант, там, какого-то особого цвета. Человека, который разбирается в том, что сейчас происходит вокруг России, видно на любой конференции, на любом круглом столе. Причем на основной массе этих круглых столов таких людей просто нет. Потому что их единицы, как я уже сказал. И эти люди сейчас не привлечены к этой работе. Почему я об этом говорю? Когда мы видим тексты, которые исходят в рамках информационной работы именно от Министерства обороны, мы оцениваем качество этих текстов и понимаем, насколько они могут повлиять в сторону улучшения или ухудшения ситуации. Я имею в виду таких специалистов. Ну, как взять, например, противоположную сторону. Сейчас очень часто во всех средствах массовой информации России комментируются какие-то тезисы агентства Стратфор, Фридмана. Очень часто. Бжезинский, о котором все знают. Где? Покажите мне такого специалиста, который работает сегодня над текстами. А раз этих специалистов нет, подчеркиваю, нам студенты никакие не нужны из профильных вузов. Раз их нет, значит ситуация будет неизбежно катиться к войне. Да, вот, например, Лев Троцкий был сугубо штатский человек. А оценку угроз лучше всех предвидел. Разные люди бывают, разные. Он может даже где-то на лавочке сидеть, условно говоря, каменщиком работать. Их надо выявлять, их надо находить. Но этой работой никто не занимается. Поэтому тут надеяться не нужно. Да, Павел, насколько это опасно? Павел Фельдгенгауру вопрос для страны. Что именно? Ну, что нет таких специалистов, и во всяком случае они не имеют права слова для высшего руководства. Я очень много лет, десятилетий, можно сказать, дружил с Виталием Васильевичем Шилыковым, который в советское время занимался оценкой угроз. Он был и оперативный работник в ГРУ, и аналитик. И пытался в свое время, он уже при Горбачеве, что-то сделать с тем, поскольку он знал. Он знал фактически, что в Политбюро подают живые, насквозь сведения, и Советский Союз сам себя уничтожает, потому что военные, генеральный штаб подают социфицированные данные об угрозах. Спасибо, Павел. Напомню, что на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший. И также программа Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов. Продюсеры Наталья Гуреева